Часть шестая. Он, странно сказать, не помнил, когда именно увидел ее в первый раз. Быть может, на дачном концерте, устроенном в Большой Риге на лугу. А может быть, и до того он мельком ее видал. Он как будто бы уже знал ее смех, нежную смуглоту и большой бант, когда студент-санитар при местном солдатском лазарете рассказывал ему о барышне «милый и замечательный», – так выразился студент. Но этот разговор происходил еще до концерта. Ганин теперь напрасно напрягал память. Первую, самую первую встречу он представить себе не мог. Дело в том, что он ожидал ее с такой ужадностью, так много думал о ней в те блаженные дни после Тифа, что сотворил ее единственный образ задолго до того, как действительно ее увидел. Потому теперь, через много лет, ему и казалось, что та встреча, которая мерещилась ему, и та встреча, которая наяву произошла, сливаются, переходят одна в другую незаметно. От того, что она живая, была только плавным продлением образа предвещавшего ее. И в июльский вечер Ганин нажал на железную певучую дверь парадного крыльца и вышел в синеву сумерек. В сумерках особенно легко шел велосипед. Шина с шелестом нащупывала каждый подъем и выгиб в утоптанной земле по краю дороги. И когда он скользнул мимо темной конюшни, оттуда пахнуло теплом, фырканьем, нежным стуком переставленного копыта. И дальше дорогу охватили с обеих сторон бесшумные в этот час березы. И в стороне посреди луга был мягкий свет, словно на гумне тлел пожар. И темными полями к отдельно стоявшей Риге шли в разброд не спеша по-праздничному гудевшие люди. Внутри был сколочен помост, расставлены скамейки, свет обливал головы и плечи, играл в глазах, пахло леденцами и керосином. Народу набралось много. В глубине разместились мужики и бабы, посередке дачники и дачницы, впереди же на белых парковых скамейках человек двадцать солдат из сельского лазарета, нахохленных, тихих, с проплешинами в серой-синеве стриженных очень круглых голов. А в стенах, украшенных еловой хвоей, там и сям были щели, сквозь которые глядели звездный ночь, да черные тени мальчишек, взгромоздившихся по той стороне на высоко наваленные бревна. Из Петербурга приехавший бас, тощий, с лошадиным лицом, извергался глухим громом. Школьный хор, послушный певучему щелчку камертона, подтягивал ему. И среди желтого, жаркого блеска, среди звуков, становившихся зримыми в виде складок пунцовых и серебристых платков, мигавших ресниц, черных теней на верхних балках, перемещавшихся, когда продувал ночной ветерок, среди этого мерцания и лубочной музыки, среди всех плеч и голов, в громадной битком набитой риге, для Ганина было только одно. Он смотрел перед собой на каштановую косу в черном банте, чуть зазубрившемся на краях. Он гладил глазами темный блеск волос, подевически ровный на темени. Когда она поворачивала в сторону лицо, обращаясь быстрым, смеющимся взглядом к соседке, он видел и темный румянец ее щеки, уголок татарского горящего глаза, тонкий изгиб ноздри, которая то щурилась, то расширялась от смеха. А потом, когда все кончилось, и огромный заводской автомобиль, таинственно озарив траву, и затем взмахом света ослепив в спящую березу и мостик над канавой, увез столичного баса, и в синюю темноту по клеверной росе поплыли праздничные зыбка белеясь дачницы, и кто-то в темноте закуривал, держа в горстях у освещенного лица вспыхнувший огонек, Ганин, взволнованный и одинокий, пошел домой, катя за седло, чуть стрекотавший спицами велосипед. Окно большой старомодной уборной в крыле дома между чуланом и комнатушкой экономки выходило на заброшенную часть садовой площадки, где чернело в тени железного навеса чета колес над колодцем, и шли по земле деревянные желоба водостока между обнаженными вьющимися корнями трех огромных, разросшихся в ширь тополей. Окно было расписное, цветной копьеносец казал на стекле свою квадратную бороду и могучие икры. И странно светился он при тусклом блеске керосиновой лампы с жестяным рефлектором, висевшей подле тяжелого бархатного шнура. Дернешь, и в таинственных недрах дубового кресла закипит влажный гул, глухие глотки. Ганин отпахнул пошире раму цветного окна, уселся с ногами на подоконник, и бархатный шнур тихо качался, и звездное небо между черных тополей было такое, что хотелось поглубже вздохнуть. И эту минуту, когда он сидел на подоконнике мрачной дубовой уборной и думал о том, что, верно, никогда, никогда он не узнает ближе барышни с черным бантом на нежном затылке, и тщетно ждал, чтобы в тополях защелкал фетовский соловей, и эту минуту Ганин теперь справедливо считал самой важной и возвышенной во всей его жизни. Он не помнил, когда он ее увидел опять, на следующий день или через неделю. На закате до вечернего чая он взмахивал на пружинистый кожаный клин, упирался руками в рулевые рога и катил прямо в зарю. Он избирал всегда один и тот же путь, круговой, мимо двух деревень, разделенных сосновым лесом, и потом по шоссе между полей и домой через большое село Воскресенск, что лежит на реке Оридыш, воспетой Рылеевым. Он знал самый путь, то узкий, утрамбованный, бегущий вдоль опасной канавы, то вымощенный булыжниками, по которым прыгало переднее колесо, то изрытый коварными колеями, то гладкий, розоватый, твердый. Он знал этот путь на ощупь и на глаз, как знаешь, живое тело, и катил по нему без запинки, вдавливая в шелестящую пустоту упругие педали. В сосновом перелеске на шероховатых стволах вечернее солнце лежало огненно-румяными полосками. Из дачных садиков доносился стук кракетных шаров, и в рот, в глаза попадали мошки. Иногда на шоссе у пирамидки щебни, над которым пустынно и нежно гудел телеграфный столб, облупившийся сизыми струпьями, он останавливался и, опираясь на велосипед, глядел через поля на одну из тех лесных опушек, что бывают только в России, далекую, зубчатую, черную, и над ней золотой запад был пересечен одним только лиловатым облаком, из-под которого огненным веером расходились лучи. И, глядя на небо, и слушая, как далеко-далеко на селе почти мечтательно мочит корова, он старался понять, что все это значит. Вот это небо и поля и гудящий столб. Казалось, что вот-вот сейчас он поймет. Но вдруг начинала кружиться голова, и светлое томление становилось нестерпимым. Он никогда не знал, где встретит, где обгонит ее, на каком повороте дороги, в этом ли перелеске или в следующем. Она жила в Воскресенске и в тот же час, как и он, выходила бродить в пустыне солнечного вечера. Он замечал ее издали и сразу холодело в груди. Она шла быстро, засунув руки в карманы темно-синей под цвет юбки шеветовой кофточки, надетой поверх белой блузки. Иганин, как тихий ветер, нагоняя ее, видел только складки синей материи, которые на спине у нее слегка натягивались и переливались, да черный шелковый бант, распахнувший крылья. Пролетая мимо, он никогда не заглядывал ей в лицо, а притворялся углубленным въезду, хотя за минуту до того, представляя себе встречу, клялся, что улыбнется ей, поздоровается. Ему казалось в эти дни, что у нее должно быть какое-нибудь необыкновенное звучное имя, а когда узнал от того же студента, что ее зовут Машенька, вовсе не удивился, словно знал наперед. И по-новому очаровательной значительностью зазвучало для него это простенькое имя. Машенька, Машенька, зашептал Ганин, Машенька, и набрал побольше воздуха и замер, слушая, как бьется сердце. Было около трех часов ночи, поезда не шли, и потому казалось, что дом остановился. На стуле, раскинув руки, как человек, оцепеневший среди молитвы, смутно белела в темноте сброшенная рубашка. Машенька, опять повторил Ганин, стараясь вложить в эти три слога все то, что пела в них раньше. Ветер и гудение телеграфных столбов и счастье и еще какой-то сокровенный звук, который был самой жизнью этого слова. Он лежал навзничь, слушал свое прошлое. И вдруг за стеной раздалось нежно, тихонько, назойливо ту-ту-ту-ту. Алферов думал о субботе.